Ну, а теперь давайте переместимся на линию фронта. Расширение серой зоны в Белгородской области происходит. Вы знаете, одна из проблем в связи с восприятием информации по поводу идущей войны, это то, что у людей очень и очень короткая память. Ну, то есть, почему люди говорят, что, ой, Украина как-то плохо сражается, Россия побеждает? Даже они ни хрена не помнят. Они не помнят, что было два года назад. Они не помнят, что в Харьковскую область вообще-то совсем недавно заходили российские войска с рассказами о том, что будут создавать там санитарную зону. А некоторые вовсе говорили, что они вот-вот захватят Харьков. Этого всего не случилось. А становится ли с этим проще жить? Да нет, не особо. Украинские военные все равно погибают, как погибают украинские гражданские. Россия продолжает уничтожать города Украины. Однако совершенно очевидно, что с военной точки зрения Россия ничего не побеждает даже близко. Потому что идет третий год войны, скоро уже будет заканчиваться третий год войны. А Россия все еще топчется, ну, не то чтобы в предбаннике, но, соответственно, очень далека от любой своих целей. Более того, если в 2022-м Россия хотя бы контролировала один административный центр, то сейчас и этого нет. Поэтому если мы, цинично убирая все эмоции, посмотрим на линию фронта, то нет, назвать успехом российские действия невозможно. Если посмотрим не оценично, то все равно это все чудовищно абсолютно. И, конечно, максимальных проклятий заслуживает и непосредственно Россия, которая уничтожает Украину, и Запад, который не помогает, конечно, России, а помогает, наоборот, Украине. Но делает это так, что Украина не может в полной мере обеспечить, собственно, безопасность, хотя у Запада есть все возможности для того, чтобы эту безопасность Украине обеспечить. Но я не к этому, я как раз к забывчивости. Так вот, я напоминаю, что когда Россия заходила в Харьковскую область, и все там, о, нет, будет, мне столько людей писало, в том числе из самого Харькова, Майкл, как вы думаете, будет ли захват Харькова и так далее? Я говорю, нет, точно не будет, 100%. Я даже смотрел, можно ли как-то купить, что называется, иностранцу квартиры в Харькове, потому что я был абсолютно уверен, что Харьков не захватят. Но, соответственно, оказалось, что купить квартиры там довольно сложно, поэтому, так сказать, столь выгодная инвестиция была упущена, да и не то, чтобы у меня много денег. В любом случае, я к тому, что Россия вот наступала, собиралась сделать нам санитарную зону, об этом заявлял лично Путин, и санитарная зона действительно появилась, но не в Харьковской области, а в Белгородской, и она расширяется. Оперштаб Белгородской области вновь принял решение закрыть очередные села. В этот раз это Петровка и Соловьевка, а также начать отселение людей. Я напоминаю, что количество отселенных, населенных пунктов в Белгородской области уже то ли приближается, то ли перевалило за 20. Да, то есть вот результат российской атаки в Харьковской области. Они хотели взять Харьков или создать санитарную зону. В итоге создали санитарную зону, но на российской территории. Ну, пока она еще под контролем России, возможно... Точнее, не под контролем России, а, мягко скажем, в серой зоне. Но, возможно, скоро ее ждет судьба и Курской области. Решение принято на фоне постоянных обстрелов населенных пунктов, сказал губернатор. Жителям предоставят новое жилье, сказал Вячеслав Гладков. Давайте послушаем то, что он рассказывает. Добрый вечер, дорогие друзья. Главный вопрос к губернатору. Вячеслав Владимирович, что с нашей Петровкой? Постоянные обстрелы, нам страшно жить. Что будет дальше? Дорогие друзья, сегодня на наседании оперативного штаба приняли решение и закрываем на въезд и начинаем процедуру отселения, представления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района. Все подробности в Министерстве строительства, правительстве Белгородской области, все, что касается нового жилья, единоразовых выплат, это Министерство социальной защиты или у главы Анны Петровны Куташовой. Постараемся на следующей неделе уже организовать встречу, работу комиссии с жителями этих сел. Всем доброго дня, здоровья и добра. Так что вот успехи российские в войне налицо. Территория России, пригодная для жизни, в том числе россиянам, сокращается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова